Куда бы ни двигался технический прогресс, а очистка крыши идет по старинке. Лопата и молоток. Вот те нехитые приспособления, что используются при борьбе со снегом и льдом. Избавить от них кровлю одного жилого дома времени много не надо. Максимум сутки. В первую очередь под зимнюю зачистку попадают дома в ветхом состоянии, а также представляющие опасность для прохода горожан. И с вышки работают на там, где есть ходовые трапы, и это мы работаем без вышки. Вверху работают, снег кидают, следом дворники убирают, снег очищают. И потом вывозим снег. Начиная с декабря рабочие частного коммунального предприятия получают не совсем обычный наряд. В эти дни им пришлось освоить профессию промышленных альпинистов, пройти специальное обучение. Полтора-два дня. Если полностью в круговую скидываем, а так день. Потенциальных зон риска в нашем городе около 500. А всего снег необходимо сбросить с 648 домов. На сегодняшний день от снега очищена 291 крыша. Как правило, это все многоквартирные дома Ленинска. Обслуживающие компании со спецнаряжением посещают их согласно графика, в котором, помимо высотных работ, прописаны и работы по очистке козырьков. До этого мы наметы большие были, наметы сбивали. Ну а сейчас уже конкретно очищаем на 100%. Это последняя очистка или будет еще? Да я думаю, еще будет, потому что в середине зимы, можно сказать, еще будет снег, наверное. Будем еще работать. Снег утилизируется двумя способами. Частично вывозится, либо счищается в специальные места, оборудованные непосредственно во дворах. Но процесс очистки не всегда идет гладко. Многие дворовые территории сейчас больше смахивают на автопарковочной площади, где мест для сбрасывания снега и проезд трактора явно не предусмотрено. Так что коммунальные службы еще раз просят горожан не быть сторонними наблюдателями очистки крыш и дворов, а способствовать тому, чтобы этот процесс шел быстрее и беспрепятственно.